МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем независимости и 75-летием освобождения от фашистских захватчиков, но и рассказывает о достижениях каждого района Гомельщины. Затем волнительная часть праздника – вручение почетного звания Человек-года. В номинации «Служу Отечеству» лучшей стала Анна Романова, заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля номер 2 Гомельской таможни. Звание мастер у Светланы Колесниковой – врача от ариноларингологического отделения Гомельской областной клинической больницы. Лидером признан Иван Дусинок – электросварщик Гомельского завода литья и нормалий. Лучшим по призванию стал Владимир Тачихин – врач-онколог-хирург Гомельского областного клинического онкологического диспансера. Руководителем года стал Михаил Копинский – директор сельскохозяйственного унитарного предприятия «Полесье Агроинвест». Человеком на земле признан Николай Остапович – тракторист-машинист акционерного общества «Бабовский». В номинации «Открытие» победа у Сергея Бычкова – председателя общественного объединения Совета отцов города Гомеля. За 2018 год наш проект «Папа-зал» вышел на республиканский уровень. Инициатива «Рух дворовых гульнов», которую мы осуществляли в прошлом году, она тоже стала очень большой. Мы провели порядка 230 мероприятий. Это тренировки, мастер-классы по воркауту, стритболу, футболу, другим уличным видам спорта, в которых поучаствовало порядка 2000 человек. Получилось построить благодаря партнерам площадку для воркаута профессиональную в городе Гомеля, которая сейчас заполнена с утра и до вечера практически. И получилось масштабировать тот проект, который был просто на базе идеи. И мы развиваем его дальше и планируем развивать его по республике.